Это еще совсем юная, но по-взрослому уверенная в себе девчонка. Главная сенсация нынешнего сезона в мировом фигурном катании. Евгения Медведева выиграла и чемпионат Европы, и финал мирового гран-при, а на чемпионате России вообще показала абсолютно лучший результат в истории женского фигурного катания. Девочка с характером, целеустремленная, волевая, и в этом она точная копия своего тренера. Поднимай, 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 еще поднимай. Ну сядь назад, почему ты делаешь, что я тебе показала? Раз, назад катись, поднимайся туда правой ногой, проходи. Молодец, что лук добавила, только на сальх не подняла, хоть жидкий был. Этери Тутберидзе работает с Женей почти 10 лет. Когда они впервые встретились, будущая чемпионка, мягко говоря, не впечатляла. Каталась даже хуже сверстников. Тутберидзе лепила ее с нуля, ясно представляя, чего она хочет добиться, и жестко отсекая все лишнее. Ты обязательно надо упасть. Не один прыжок, так другой. Я ногу валялась, я говорила, Жень, тебе хочется поваляться, давай я поваляю. Я ее опрокидывала на лед, и вот так вот за ноги возила, я говорю, так нравится. Она рычала, злилась, потом вскакивала и, в общем, боролась за прыжки. Медведева не единственная ее чемпионка. Два года назад красивое грузинское имя Этери узнал весь мир, когда Тутберидзе создала главную сенсацию Сочи-2014. Юлия Лепницкая – девочка в красном пальто. Она стала символом домашней Олимпиады. После сенсационного выступления Лепницкой к ее тренеру выстроилась очередь мировой прессы. Но Этери не подпустила никого, она не дала ни одного интервью. На публике Тутберидзе всегда немногословно, сдержанно, с непроницаемым взглядом и стальным характером. Снежная королева, красавица с ледяным сердцем. Или все-таки нет? Нашу съемку Этери Тутберидзе откладывала несколько раз. И несколько раз мы начинали писать интервью заново. Точет мне, надо косметику поправить. Работая над этим фильмом, мы смогли приблизиться к ответу на вопрос. Какая же она на самом деле – снежная королева? Погнали. Делаем дупель-тулупы, дупель-олер-сальковы. Таких, как Женя Медведева, в мире фигурного катания – единицы. Она стабильно и чисто исполняет тройные прыжки в усложненном варианте с поднятой рукой. А сейчас пробует еще более трудный и зрелищный элемент с двумя руками наверх. Это уже высший пилотаж. Но от критики тренера повышенная сложность все равно не спасает. Ну ничего. Все, конечно, пока вот это с двумя руками стрёмно. Ну тяжело. Ты не проезжаешь, он получается, понимаешь, вот ты за счет высоты берешь. Просто за счет высоты. Так, показывать можно, но я бы не стала. Не надо. Детство Жени Медведевой закончилось очень рано. Как только она попала в группу Тутберидзе, началась профессиональная работа. Каждый день по много часов. Я удивилась, насколько она высокая, насколько она требовательная и красивая. Без рук сделай. Дай посмотрю. Не пойму, что такое с правой ногой у нас. У прошлого тренера было такое то, что, ну, мы совсем дети еще маленькие были. Не получалось, оставь, переходи к другому. То есть, ну, совсем лояльно было. А тут было требование, чтобы заходило и делало. Делай! Продолжай, продолжай. Не складывайся, не складывайся. Все равно не проходит правая нога. Опять то же самое. Ну, Жена, почему сюда-то? Почему вот так-то? Я понять не могу. Ну, сюда-то можно плечо, ну, и дальше проходи туда. Сама поворачивайся, поворачивайся туда. Она во всем сильнее сейчас, чем я в ее возрасте была. И характер, и технически, ну, и все, и эмоционально. За эмоциональную подготовку спортсмена тоже отвечает тренер. К соревнованиям мало подготовиться. Нужно еще уметь держать стресс, уметь выступать. Когда Медведева выходит на лед, она, по крайней мере, внешне очень спокойна. Последний час перед прокатом Этери и Женя всегда проводят вдвоем. Она очень часто меня пытается веселить. Все время шутит. У нее все время хорошее настроение перед соревнованиями. В финале Гран-при она мне сказала, что у меня хороший макияж. Я такая, спасибо, пойду покатаюсь. Ну, да, иди. Преписедент Раша Эльгения Медведева. В финале Гран-при Медведева в первый раз в карьере соревновалась со всей мировой элитой. И выиграла без вопросов и без проблем. Ни легенда Мао Асада, ни надежда Америки Грейси Голд. Составить внятную конкуренцию Медведевой даже не попытались. Там же, в Барселоне, юниорский мировой финал выиграла еще одна ученица Этери Тутберидзе. Полина Цурская. Управляться со всей огромной командой Этери помогает Сергей Дудаков. Вот они вместе после успешного выступления ученицы. Спасибо всем большое, кто за меня переживал. Спасибо большое. С виду обычная московская школьница. Пассажиры в метро даже ее не узнают. И даже не догадываются, что находятся бок о бок с одной из сильнейших спортсменок планеты. Каждое утро она едет на тренировку из одного конца Москвы в другой. Практически тем же маршрутом когда-то ездила на тренировки и сама Этери Тутберидзе. Только Жене сейчас 16, а Этери первый раз поехала одна на тренировку на метро. Только не падайте. В 5 лет. Мама мне позвонила с работы, сказала, что папа не сможет тебя забрать, поэтому ты сегодня дома остаешься. А я уже была готова. Я сказала, нет, нет, нет. Я все помню. Я помню, что это шестой вагон, вторая дверь. Мне было 5 лет, да. Нет, мама, я не могу пропускать тренировку. Я поеду сама. Я чуть с ума не сошла. Я когда вошла на СЮП, стадион юных пионеров, сидел администратор, который тут же, ну как бы я зашла, и она тут же сказала, все, она приехала. И тут же набрала маме на работу, сказала, она доехала. Ну давайте, давайте, раскатывайтесь, Леша. Она была пятым ребенком в простой советской семье. Папа работал в две смены в литейке. Пятого ребенка отец не хотел, потому что после трех дочерей, наконец, родился сын, и на этом можно было остановиться. Но жена настояла. Тяжелые роды. Жизнь мамы была под угрозой. Отец решил назвать ребенка в ее честь. Так и появилась в семье вторая Этери Тутберидзе, младшая. Мы, честно говоря, росли как солдаты. У нас такая была дисциплина в семье. Я никогда рук не поднимала, но достаточно было посмотреть, он взглядом мог убить. Одежда вам доставалась, так сказать, по наследству? Конечно, да. Сестра? Что-то мне больше от брата досталось. Он передо мной, и мне приходилось сходить в его мальчиковой одежде. С тех пор ненавижу зеленый цвет. Ну, в советское время для мальчиков было не очень много, да, коричневый, зеленый, серый-синий. Вот серый-синий он не любил, а коричневый и зеленый мне доставались. Страсть младшенькой к фигурному катанию для родителей была сюрпризом. Поначалу она на льду, правда, больше лежала, но первый тренер убедила, что продолжать стоит. На коньках она держится плохо, и все. Но головка варит. В одиночном катании у Тутберидзе не сложилось. Она переходит в танцы, за карьеру меняет семерых тренеров, занимается в том числе у Чайковской и Тарасовой. Но заявить о себе, как о спортсменке, у нее не получается. Когда система советского спорта рухнула и жить стало не на что, Тутберидзе уходит в балет на льду. И в 18 лет, несмотря на жесткий родительский запрет, уезжает в США. Думает, что сумеет нормально заработать, но фактически оказывается на улице. Нас поселили в гостинице, на честное слово. Потом, в общем-то, хозяин этой гостиницы понял, что никаких денег не будет. Нас переселили в детский лагерь. Питались мы, нас привозили в разные церкви, где мы должны были прослушать. Да, баптистские, там было все равно, какие, потому что после церкви всегда был легкий перекус. Вот так вот месяц, да, нас возили по церквям, чтобы мы кушали. Скитания по ночлежкам и церковные фуршеты могли бы остаться в памяти эпизодом безбашенной молодости. Пока не наступило 19 апреля 1995 года. Мы вообще приехали в Оклахома-Сити, это центр Америки. Самый такой, наверное, религиозный штат. Я как раз спустилась вниз, чтобы умыться. Это было 9-0-4. В эти самые минуты к зданию напротив подъехал грузовик. В его кузове было почти 5 тонн взрывчатки. Я посмотрела на часы, 9-0-4, а дальше какой-то хлопок, волна, одна волна, другая волна. Я начала смотреть, знаете, как в школе, когда я училась, нас учили, вот, когда есть ядерный взрыв, и я начала думать, хорошо, вот сейчас вот волна, воздушная волна, сейчас будет огненная волна. Я начала думать, надо куда-то, наверное, спрятаться под лавку или что-то. 168 погибших, почти 700 раненых. До событий 11 сентября это был крупнейший теракт в истории США. Взрывной волной накрыло кварталы в радиусе 4,5 километров. Федеральное здание Альфреда Марра разорвало на части. Еще три сотни домов вокруг были разрушены или повреждены. В одном из ближайших через дорогу. И находилась в тот момент юная Этери Тутберидзе. Это все происходило, на самом деле, очень медленно. Вот так кажется, да, что это секунда, а это как замедленная. Рядом упала плита, еще одна упала плита. Потом сверху скатилась лестница. Все это как, вроде ты слышишь, и в то же время, как-то, ну, как-то, ну, даже не могу объяснить, что-то ненастоящее происходит такое. Ну, естественно, это страх. И она так испугалась, села на корточке и сказала, Господи, что бы это произошло быстро, и не очень больно и быстро. Я уже думала, что все, погибнет. И мы увидели по телевизору, и там сказали, что российский балет на льду тоже пострадал. Вы знаете, я просто все места не находила. Я так испугалась. Я бегала по квартире, плакала. Тишина, полная тишина. А потом ты слышишь крики. И ты уже начинаешь открывать глаза, как бы смотреть по сторонам. А мир изменился вокруг тебя, он абсолютно другой. Ну, как бы все другое. И вот люди, которые стоят, кто-то с оторванной рукой, там, не знаю, как-то ты это воспринимаешь, как будто это не с тобой происходит. Она позвонила и сказала, мама, со мной все в порядке. А с ней не было в порядке. У нее, знаете, вот все тело было в осколках стекла. Страх еще долго не отпускал, но не сломал. Получив компенсацию, Этери с партнером покупают битый автомобиль и уезжают в Ценцинате выступать в парковом шоу. Параллельно с шоу тут Беридзе начинает тренировать. Еще спокойнее здесь удлинился. Она постепенно обрастает друзьями, налаживается быт. И, казалось бы, вот они, долгожданный достаток и благополучие. Но... У меня было там все. Было признание как тренера. Ну, все, что надо для жизни. И друзья, и достаток финансовый. Но самого главного не было. Семьи не было. Последний год начала ездить очень много. Туда, обратно, туда, обратно. Я приезжала месяца, тренирую, понимаю, что я не могу. Мне хотя бы на неделю надо вернуться. Она так больше не могла. Она вернулась. Но в Москве, кроме родителей, ее никто не ждал. Тренерских ставок нет и не предвидится. Эту фразу она слышала на каждом катке, куда пыталась устроиться. В итоге будущая звезда идет работать на надувной каток в Братеево. Вести оздоровительные группы. Полноценная спортивная школа. Появляется в ее жизни только спустя несколько лет на катке Серебряной. Куда к ней и придет однажды семилетняя Женя Медведева. Здравствуйте. На льду и в зале она проводит шесть дней в неделю по шесть часов. Единственный возможный способ учиться между тренировками прямо на катке. Женя учится в девятом классе в знаменитой спортивной школе Самбо-70. Занятия у нее раз в неделю. Трудно это у нас на речи, правда, неизменяемая часть речи. Хорошо, это примыкание. На что нужно заменить? На управление. Разглядеть с трудом. Умничка, молодец. Выходной в лучшем случае один в неделю. И вот тут, наконец, можно позволить себе немного расслабиться. Евгения фанат японской кухни. На втором месте в рейтинге удовольствий более понятны наряды и шоппинг. К выбору образа Женя подходит очень ответственно. С мамой советуются, но главный для нее авторитет – тренер. Я часто себя ловлю на мысли, что мне очень-очень нравится, как Этера Георгиевна одевается. То, что у нее есть чувство стиля. И она постоянно за себя ухаживает. И постоянно держит себя в форме. Я с ней беру пример. Хочу быть похожей, требовательной и такой же женщиной, как она. Мне кажется, сантиметров 10 она любит каблуки. Сантиметров 9-10, наверное. Она любит все фильмы. Сейчас сериал прошел. Как красавец мужчина. Он расследовал убийство. Я люблю сериал «Шерлок». Британский сериал. Не знаю. Сейчас я читаю учебники, потому что у меня подготовка к экзамену. Не получались прыжки. У меня собака погрызла мою любимую игрушку. Кого же я могу ее напоминать-то? Пускай блестить. Я не знаю. Не знаю, Микки Маус. Думаю, что ответят «да». Нет. Дети, которые занимаются спортом, быстрее взрослеют. Так, не по возрасту философски, Женя объясняет свою способность концентрироваться на главном и очень много работать. Своим незанятым спортом сверстником она не завидует и где-то даже сочувствует. Но вернуться в детство иногда все-таки, конечно, хочется. Я считаю себя до сих пор ребенком, потому что мне всего 16 лет. И да, мне хочется пойти с друзьями погулять. Да, мне хочется там даже, ну, как бы смысл, что это не звучало. На тот же каток пойти гулять с друзьями, повеселиться. Да вы сильно не разбегаетесь. Я попала! Фу, 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 Женя! Какая гадость! И вот это, и вот это. Снаружи вообще? Нет. Да как нет? Я почувствую, как я ботинком тогда дотронулась. Еще ботинком ты ни до чего не дотронулась. Сейчас почувствуешь, как я дотронусь. Не надо? Давай. Когда маленькая она была, да, я ее выгоняла, но она выбегала в другой бортик. Это так смешно. Ты ее в один, она в другой бежит. Еще у нас было такое очень смешно, но это я только Жене делала. Называлась Женя в кляре. Она когда много-много валялась, я говорила, Женя, тебе хочется поваляться, давай тебя поваляй. Я ее опрокидывала на лед и вот так вот за ноги возила. Я говорю, вот так нравится. Она рычала, злилась. Потом вскакивала и, в общем, боролась за прыжки. Я всем говорила, ну что, Женя в кляре? Она говорила, нет, и убегала от меня. Я маленькая, легкая была. Мне было легко возить по льду. Ну, просто мне клала на лед и за шкирку вот так и возила по льду. Ну, ты же падаешь, хочешь падать? На, лежи, лежи на льду, давай, ты же хочешь быть с Нему? Она упиралась, кричала, нет, нет, не хочу, не хочу падать. Не хочешь падать, иди делай. Такой прием работал только на Жене, потому что другой спортсмен, может, начнет смеяться, она очень злилась, рычала. Такой метод, он злит и мотивирует, что, а, значит, так, я сейчас пойду, это сейчас вот и пойду и сделаю. И вот захоронела. Тут Беридзе говорит, что на Медведеву повышать голос ей особо не приходится. А вот спортсменка из группы, которая сейчас достается сильнее всех. 13-летняя Диана Дэвис. Ну, ты вообще не поворачиваешься, вообще не поворачиваешься. Что ты не можешь опять? Диана, у тебя руки вот здесь вот, повернись ко мне. Вот здесь вот руки, хватит флаг, надоело уже со своими слезами. Смотри сюда, вот смотри, вот ты делаешь вот этот транзишн, а дальше почему-то на двух ногах ползаешь. У тебя ни колено не работает. Вот зачем ты ногу подставляешь? Я не могу так, мне неудобно со мной. Диана, ты не надо заниматься фигурным катанием, если не могу, и мне неудобно. Ты можешь колено сгибать, все мягче. Раз, два, и здесь мягче. Даже если ты подставляешь, все мягче, колено работает. В день наших съемок Диана вышла на лед с температурой под 38, но тренеру не сказала. И как тебе с этой температурой? Ну, набит, тяжело, слабость. Но катаешься? Да. Диана, ну сколько бабочек, а? Ну невозможно, ты сейчас заставляй как-то. Ну сколько бабочек ты делаешь? Что тебе? Диана – единственная в мире фигуристка, для кого тренер Тутберидзе не Этери Георгиевна, а просто мама. Хватит плакать, а? Ну ты работай, на то сколько бабочек делаешь. Ты же не могу, мне все равно. Через «не могу». Через «не могу», заставляй себя. Я не могу, я что так прыгаю? Нет. Я прыгаю, ты все прыжки уже давно. Диана расстраивается из-за того, что прыжки, которые она освоила еще несколько лет назад, сегодня у нее никак не идут. Ты знаешь, я сейчас месяц с тобой заплатила. А мне бы ты тоже смогут назад запрыгать. Диана, работай, пробьемся. Все, давай. Давай, 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 ничего. У дочери сейчас непростой период. Организм растет, и даже небольшая прибавка веса сразу отражается на прыжках. Но бороться Диане приходится и по другой причине. У нее в санциневральная тугоухость третьей степени. Она слышит, она слышит. А частично добирает по губам. Ну я иногда повторяю. Из каких-то новых слов я ей пишу на бумажке. Эти люди, дети, у них координация не такая развитая, как у нас. А у нее идет отставание. Диана родилась абсолютно здоровым ребенком, но в два с половиной года в результате врачебной ошибки у нее начались проблемы со слухом. Это было осложнение после приема антибиотиков. И процесс оказался необратимым. В полном отчаянии Этери повезла дочь в специализированный центр в Германии, но и там помочь вернуть девочке полноценный слух врачи не смогли. Конечно, она с трудом слышит радио. Грубо говоря, и хочет посмотреть какой-нибудь мультфильм или фильм. Но я же не могу переводить. Очень часто я сижу, что-то ей перевожу. Ну как перевожу, то есть мам, что сейчас сказали? Мама сейчас. А что он сказал? А вот что она ответила? Она вам никогда не говорила, за что это. Я просто сейчас решила, ну, наверное, зачем-то мне это дано. Вам не хватает испытаний? Ну, это тоже одно из. Потому что я должна, наверное, сделать все, чтобы она выросла. Вполне адаптированным человеком к жизни, вполне счастливой. Чтобы она это не чувствовала. А вот музыку Диана слышит идеально. Это и позволяет ей на равных соревноваться на этапах Кубка России. И на льду, и в жизни она абсолютно естественна. И даже несколько лет училась в школе повышенной сложности, с углубленным изучением иностранных языков. Вот мы все ругаем наших, нашу молодежь, что они все вот с этими гаджетами, все ВКонтакте, все общаются. А для нее это спасение. То, что люди стали менее общительны, вербально, они больше пишутся, для нее это огромное спасение. Кататься на одном льду со знаменитой чемпионкой Медведевой и постоянно падать, Диане, конечно, неприятно. Но заниматься чем-то другим она не хочет. И так же, как мама, готова бороться до конца. Сейчас мне очень нравится кататься, и я хочу добиться успехов. Ну, вначале я хотела стабильно прыгать, прыгать все. Я могу прийти, один день прыгаю, прихожу два дня вообще непонятно, что творю на тренировках. Впрочем, радужных иллюзий мама тренер не питает. Тем более, что сама прошла через множество неудач. Ну, хватит. Сейчас я не могу, Диана. Ты как эту морду делаешься, я сама сейчас заплачу вместе с тобой. Закрываться, закрываться надо. Ну, давай, все, ладно, хватит, молодец. Жень, вот скажи, ну, вот я уже говорила, ну, не запрыгаешь ты сейчас нормально. Ну, хорошо, давай попробуем. Пойдем тогда в танцы. Что такого-то? А ты что, считаешь, что танцоры, они менее счастливые люди, что ли? Не знаю, я иногда на танцы смотрю, и мне прям, мне прям так нравятся. Они такие красивые, красивые. Благородные. Все прям, да. Да. Вообще. Воспитные, благородные. Не то, что эти одиночницы. Ну, подожди, 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 посмотри на меня. Я каталась в одиночном, потом каталась в танцах. Я что, какая-то не такая? На самом деле, что я не там, не там ничего не добился. Ну, ничего, ты знаешь, вот. Зато в тренерских. Ну, вот, все, то, что не добился здесь. Надо попытаться. Сделать все, что ты можешь. Тогда потом ни она, ни я не будем жалеть, если не получилось. Мы будем знать, что мы попытались и сделали все, что мы могли. Правильно? Ну, Диана, ну, что ты отпустила лучше-то? Да, при тулупе хорошо, так выезды не было. Кровка моя. Евгения! Евгения! Слышу, не слышу. Так называется произвольная программа Евгении Медведевой, с которой она в этом сезоне побеждает на одном турнире за другим. ПОТОЧЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Моё, наверное, счастье есть в том, что я могу часть своего внутреннего мира реализовать через их программу. Вот где-то, чтобы они могли рассказать что-то, что есть у меня внутри. Мало кто знает, что прообразом, вдохновителем этой программы для Этери Тутберидзе стала её собственная дочь. Я в себе, я попытаюсь открыться. Я смотрю по сторонам и не понимаю, как воспринимать этот мир. Я боюсь, я обратно закрываюсь. Но потом я понимаю, что это не так уж и плохо, это прекрасно. Мне нравится, я хочу здесь жить. Эту программу Этери придумала год назад и изначально ведь не для Жени Медведевой, а для другой своей ученицы, для Юлии Лепницкой. Ну, здесь я, конечно, сочетание и где-то и слышу, не слышу, чего как раз и испугалась катать Юля. Ну, и про то, что, наверное, всё равно мы где-то все чуть-чуть про уровень и слышу. К лету 2015 года отношения между тренером и семьёй ученицы были уже очень далеки от идеальных. Последние два года это была как игра. То есть я должна была в предложенных обстоятельствах, сколько я получала Юлю, вот попытаться её подготовить к тем или другим соревнованиям. Вот, допустим, она не ходит ко мне на УФП, потому что она стала ходить на УФП к какому-то другому специалисту, который я в глаза не видела. И чем они там занимаются, я не знаю. Этери говорит, что в ситуации с Лепницкой она была вынуждена терпеть. Ультиматумов не ставила, но со временем инструменты влияния на Юлю с её стороны были исчерпаны. Финалом отношений стала осень 2015 года, когда Лепницкая отказалась ехать с Тутберидзе на этап Гран-при во Францию. Мне всегда казалось, что она очень ведомая. Там, в общем-то, будет мама на меня обижаться. Всё, что мама говорила, так всё и делалось. То есть если бы мама продолжала бы ей диктовать всё-таки, что надо меня слушать, так бы и было. Я всегда надеялась, что вот когда я приведу к успеху, она поймёт, что я могу, я права и будет меня слушать. Но не получилось. Лучшие родители фигуриста – те, которых я даже не знаю, как зовут. Это вам скажет любой тренер. Тутберидзе, конечно, не исключение. С Медведевой в этом плане особых проблем нет. Её мама сама бывшая фигуристка, но даже если с чем-то не согласна, в тренерский процесс дочери старается не вмешиваться. А Женя всё понимает, и два своих мира не смешивают. У меня дома семья – мама, а на льду у меня семья – тренер. Она очень редко носит каблуки, но я думаю, сантиметров 6-7. 8, но я не люблю каблуки. Мне очень нравится актриса Джулия Робертс. Ну, я вот очень люблю фильмы с Джулией Робертсом. «Красное вино». «Вода». Сейчас я забыла название мультфильма. «Храброе сердце», по-моему, да? Такая там девушка курчавая, рыжая. «Круэлла». Я за что последний раз плакала. Я вообще не везла, чтобы этот человек плакал. В общем, как-то в жизни. Я обезоружена. «Ав-ав». Я обезоружена «Ав-ав». Этерия Георгиевна иронизирует по поводу нашего микрофона, который мешает ей вести тренировку в обычном режиме. О крепкости выражений, звучащих иногда на льду московского катка «Хрустальный» во время работы Тутберидзе, ходят легенды. Вы меня лишили, просто теперь словарного запаса, всё. Здесь хоккеисты приходят и жалеют девочек, говорят, как вы у неё катаетесь. Вы стерпите, что она вас бьёт. Один такой вышел стоит. Да. Ну вот, она их бьёт, я знаю, она их бьёт. Ну и Медведева, ну как она, Европу, да, выиграла? Она её тоже бьёт, очень сильно бьёт, да. И Полина такая выглядывает, что, простите, ну она же вас бьёт. Как вы терпите, что она вас бьёт. Я потом зашла в раздевалку, встала перед ним, такая вся добрая. Полина вот так, вот так, показывает. Поваривай мне в глаза. Я? Я ничего вообще не говорю. У меня там не было, на этом вообще. Поднимать руку на ученика Этери, конечно, никогда не будет. Но есть одно исключение. Дочь Диана, её шлёпнуть она может. Не по-женски жёсткий стиль общения, это её метод. Но что важно, цель не оскорбить, а мотивировать. Диана, ну хороший заклон, иди сюда. Диана. Ученики её очень уважают. А вот мужчины, мужчины боятся. И не рискуют даже просто подойти, заговорить. Папа Дианы принимает участие в жизни дочери, но официальным мужем её мамы не был. Мужчина требует, чтобы за ними ухаживали, понимаете? У неё нет такой возможности за кем-то ухаживать. Для того, чтобы стать таким тренером, надо всю себя отдать. Без остатка. Всю себя отдать. Она это делает. Я тоже Этери говорила. Я говорю, Этери, понимаешь, вот нет, у тебя семья. Она говорит, мама, ну как нет семьи? А вы у меня? Я говорю, ну мы же не вечные. А потом Диана вырастет. Пока у меня не было результата, конечно, я очень много слышала. И папа очень переживал, что я живу одна. Вот. А когда появился результат, тогда, в общем-то, наверное, оно того стоит. Георгий Тутберидзе был очень крепким, здоровым мужчиной. Он погиб в результате нелепого несчастного случая 4 года назад. Сочинского тренерского триумфа своей младшей дочери он не увидел. И для Этери это непроходящая боль, что радость победы она не смогла разделить с отцом. Дисциплина, характер, внутренний стержень – все это у Этери от него. Я из спорта ушла, когда ко мне подошли и сказали, что хореографу надо платить 100 долларов. А тем временем это были огромные деньги. Это за один месяц 100 долларов. Это значит, ну, это кабала каждый месяц. Я бы даже не посмела бы такое произнести родителям. Я знаю, что папа нашел бы. Обязательно нашел бы. Ну, папа, не пойдет, сладенько. Ну, что, как тренировка прошла? Нормально. Нормально? Как все? Прыгала? Да. Да, я бы не помню. Мама и дочка. Вот ближний круг, который она бережно хранит, в который никого не пускает. Здесь вся ее жизнь. И здесь она совсем другая. Властная снежная королева, которую на льду ничто не может заставить дать слабинку ни поражения, ни даже предательства учеников. Говоря о своих самых близких людях, она становится очень мягкой, настоящей. Наверное, потому, что счастье и благополучие ее любимых людей полностью зависит только от нее одной. С мамой своей часто видитесь? Нет, сейчас реже. Кто из вас, кому сейчас чаще жалуется? Нет, я вообще не жалуюсь. Ну, потому что зачем мне лишний раз переживать? У меня все хорошо. У вас все хорошо? Сколько у тебя, мамочка, цветов здесь? Как тебя любят все. Ой, да, да, да. Дочка лукавит. Цветы-то на самом деле ее. Мне на день рождения-то дарили. Я с катка все привезла сюда. Не все. Я часть оставила на катке. В тренерской и в холле. Вот моя коллекция. Я собираю где-то 7 лет. Мне кто-то дарили, кто-то мама привозила, кто-то я сама, может, нашла. В этом доме все на тему фигурного катания. Особая гордость дочки – это серьги-коньки, привезенные мамой в подарок с крупных соревнований. Но их Диана не носит, бережет. Еще одна очень редкая штука – подарок от главы Олимпийского комитета. Все зимние виды спорта в миниатюре. Эта ручная работа была сделана только для победителей, только спортсменов. Ну и почему-то мне перепало. А вот эта вещь вообще существует в единственном экземпляре и получена лично от президента. Когда Олимпийская медаль готовится, середина вырезается, а это то, что остается. Вот это то, что я считаю, это даже мне ценнее от Олимпийской медали. Она тяжелая. Настолько тяжелая, настолько достается она тяжело. У спортсмена работа, результат, а у тренера ответственность. И перед страной, и перед спортсменом. А это, это орден. Заслуги перед Отечеством четвертое стиле. Нет, сам орден вот этот. Красивый такой. Вот прям, чтобы я почувствовала, как тебе больно внутри. Всё прямая рука. Вот ты когда нет первой, ты делай раз, и дальше ты отходишь. Та-та-та-та-та-та-та. Ты первый идёт. Ну мягче. Пам, сделай мне последнее вращение. Выезд. Тени. Плечи не поднимай. Да, удлини пальцы, удлини. Да. Евгения Медведева в этом году не проиграла ни одного важного старта. Но финал Гран-при, чемпионат Европы, и в принципе даже чемпионат мира, для них всего лишь этап. Потому что главный турнир ещё впереди. До следующей зимней Олимпиады, которая пройдёт в Южной Корее, уже меньше двух лет. Ни Евгения Медведева, ни тренер так далеко не загадывают. Период тотального взросления, тяжёлый для всех фигуристок, уже не ещё впереди. Сложности могут быть, обе это понимают. И вообще, о будущем Тудберидзе всегда говорит осторожно и любит повторять. Мы не знаем, что нас ждёт завтра. В марте 2016-го её группу неожиданно покинули ещё два талантливых спортсмена. Но за дальнейшие отношения с Женей тренер спокойно. Что бы ни происходило вокруг, Этери Тудберидзе и Евгения Медведева знают, что они могут друг на друга положиться, что они могут друг другу доверять. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова